Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаю дальше работать с Т-72, Б-1 фирмы Мэнг. Уже танк вот так собран на данный момент. В этом видео вы увидите, как собираю некоторые элементы башни. Фото будет, как я собирал бортовые экраны, дополнительную защиту на них ставил, в какой последовательности. Что хочу сказать об данной модели. Модель очень хорошая, собирается без проблем. Было бы больше свободного времени, наверное, бы уже давно ее собрал. Так как от сборки одни приятные эмоции. Подумал, как я все же буду красить танк. Откажусь я от белорусского парадного камуфляжа 2017 года. А причины таковы, что данная модель танка, которую дает Мэнг, все-таки ранняя 72-ка. И здесь щитки раннего образца металлические. Это что бросается сразу в глаза. А у Т-72Б1 белорусского 2017 года, который был на параде, уже щитки резиновые, как на Т-90, на Т-72Б3. Поэтому буду я его все-таки красить в вариант, который нам дает инструкция. Один из вариантов. И склоняюсь, что он будет зеленый. Общевойсковой. С зелеными цветами тоже можно будет интересно попробовать поиграть. Хочу опять попробовать технологию покраски черное-белое. Надеюсь, что танк получится красивым, даже зеленым. Вот теперь, друзья, перейдем к просмотру. Сначала буду собирать башню. Собрал блок с тучами. Теперь приклеим его на место. Дособираю немного башню. Осталось ящики ZIP поставить. Не знаю почему, но вот ранней 72-ки мне башня очень нравится. Да и вообще танки. ВКонтакт-1 как-то интереснее смотрится, чем ВКонтакте-5, ВКонтакт-3. Ну, конечно, у каждого свое мнение. Вот что-то в этом танке есть свое особенное. Может, потому что с детства привык эти танки видеть. Когда у нас в городе стояла танковая дивизия. Как видите, все отлично становится на свои места. В следующей серии хочу показать по просьбам подписчиков, что я буду делать с фарами, с передними. Так как в данном наборе образовалась неприятная проблема. Кто столкнулся... О, возникли проблемы. Мэнг делает с разных наборов. Точнее, с одного набора Мэнг делает разные модификации танка. То фары были сделаны под Т-90, передние. Их были сделаны под Т-72Б3. Ну, то есть, под ВКонтакт-3, под ВКонтакт-5. А вот что-то в этом наборе Мэнг напортачил. И говорят, что не хватает высоты решеток, чтобы поставить их на ВКонтакт-1. Ну, когда подойду к этому вопросу, буду уже конкретно думать. Сейчас, на данный момент, я думаю, или посмотреть в наборе от Тигр Модел. Там было много разных решеток на выбор. Если подойдут, поставлю оттуда. Но если не подойдут, то, может быть, советовался с коллегами по хобби с моделистами. Многие предлагают просто нарастить из тянутого литника. А некоторые предлагают просто убрать два кубика док-защиты, чтобы фара нормально стала без них. Не знаю, какой вариант выбрать. Будем думать в следующей серии. Ну и хочу показать еще, как я делаю в следующей серии оптику, прицелы, триплексы. Кому интересно, надеюсь, следующая серия выйдет быстро. Ну, друзья, такая вот получилась башня. Командирский люк еще не делал. Пулемет еще тоже не собрал. Ну, на этом буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Спасибо за то, что комментируете, помогаете, подписываетесь. За все вам огромное спасибо, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!